Детектор правды. Миллион за любовь. На Радио Энерджи. Сегодня за 1 миллион рублей в студии Радио Энерджи в прямом эфире экстремального шоу Детектор Правды. Миллион за любовь. Борются Салов Александр и Анна Горшкова. Пока они в гражданском браке. Уже полтора года. Ребята собираются пожениться или нет? Да. Твоя бывшая девушка готовила лучше? Нет. Да, 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 да. Да, 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 да. Ну а как так получается? Саш, ну что такое-то с тобой? Скажу. Все, сейчас. Дело в том, что когда разговаривали об этом, в принципе у меня серьезные отношения, они были всего с несколькими девушками. Вот именно бывшая в серьезных отношениях, она тоже готовить практически не умела. А просто, знаете, вот девушка, не, ну я честно говорю, а просто вот девушка, допустим, которая, ну там, неделю повстречались и все, да, я не считаю то, что это какие-то отношения. Это Аня уже не такой же восторг. Случайные отношения, да, там, на неделю, да? Все очень хорошо. Саша, знаешь, какая следующая привычка, которая может привести к вашему разводу? Это твое желание много говорить. За время жизни с Сашей ты стала меньше за собой следить и ухаживать? Да, если честно, то да. Конечно, честно. Правда? А что же будет через два, три года, пять? Кошмар, да. Как всегда меня крайне в этом делают. Говорят, это ты виноват. На самом деле да, макароны кто делает? Следующий вопрос Ани. Ты думаешь, что Саша лучший любовник среди всех, с кем ты имела интимные отношения? Да или нет? Нет. Блин, Саш, ты мужик, блин. Вот оно, ваш последний. Сайлон, а знаешь, что самое главное? До вчерашнего дня, наверное, она говорила, да, ты лучший, а вчера? Нет, ну если у меня есть доля сомнений. А вдруг когда ты был? Ну я не помню. А вдруг я думаю об этом? Я скажу, что нет. Друзья, не пытайтесь обмануть детектор правды. Не пытайтесь просчитать его реакцию на ваши ответы. Скажи нам, пожалуйста, Александр, ты пользовался услугами девушек легкого поведения? Да. Правда? Да, и тут Аня уже развернулась. Мне не 19 лет, чтобы это было неправда. Саша 28 и Аня 28, и она делает такие глаза, как будто вчера родилась. Тебе вопрос, Аня. За время отношений с Сашей у тебя были интимные отношения с другим мужчиной? Я не знаю, как это ведь, потому что интимные отношения... Ты говори да уже, а? Почему? Ну если я, если я... Да, я нет. Да. Правда... А тут я тебя и поймал. Когда? Ты не знаешь. Ну это когда как раз относится к тому разделу, когда мы поссорились, якобы расстались. Просто для него это не измена, для меня это измена. Саша, ты любишь Аню? Да. Правда? Даже Анна уже начала заранее... Ну-ка, я уже замолвалась даже. Конечно, наговорила столько правды, я бы в жизни так не сказала бы. У меня настолько вот это вот слово, да, уже развито в плане, люблю ли я ее или нет, каждый день на протяжении пяти-десяти минут, каждый десять минут. Ты меня любишь? Ты меня любишь? Да. Ты любишь Сашу? Да. Так. Правда. Молодцы! Молодцы! Молодцы, ребята. Я так боялась, что... Я не стал переживать за вас. По-женски. Хотя бы и мне вообще... Просто по-женски. Я вот прям сидела и говорила, да хрен с ними, с деньгами, не портьте себе отношения, не портьте. Детектор правды. Миллион за любовь. На Радио Энерджи. Все было просто супер, всем советую, не бойтесь, говорите правду. Ощущение, как послеамериканский город, на самом деле. А ну... Столько адреналина. Оказывается, я не умею врать. Я для себя что-то новое узнал. Так что, друзья, не стесняйтесь, заполняйте анкеты, приходите, участвуйте. Обязательно участвуйте. Это на самом деле здорово. Весело. Да. Спасибо.